На улице трудящихся сегодня был праздник. Председатель профсоюза работников торговли и общественного питания торгового единства Наталья Крохмаль, начальника дела по взаимодействию с органами ТОСов Ольга Попова, коллеги, соседи, поздравляли именинницу Ульяну Ковалевскую с юбилеем. Зачитали торжественное поздравление от имени президента России Владимира Путина и главы Анапы Сергея Сергеева. Сейчас я вот смотрю, что-то смотрю, вроде расстроилась. Ульяна Васильевна родилась в 1925 году на Урале в деревне Изовка. Семья была многодетная, 15 детей. По тому времени зажиточное вело личное хозяйство, но позже попало под раскулачивание. Их отправили в Сибирь и в Омскую область. Два старших брата Ульяны Ковалевской забрали на фронт. Мама заболела, и семейные трудности легли на плечи молодой девчонки. В военные годы помогала ухаживать за ранеными солдатами. Ой, страшно она гляделась, как этих раненых, оттащить, с него кровь льется. Ульяна Васильевна войну разносила похоронки. О тяжелых временах сейчас вспоминается слезами на глазах. Маме привнесли похоронку, ну и из без вести пропавшей. Она, помню, как упала, вот так вот в полосы сгребла. В общем, было такое страшное все. В 1975 году семья переехала в Анапу, где Ульяна Васильевна сразу устроилась в анапский курорт-торг, заведующий складом. Отсюда и ушла на заслуженный отдых. В свои 90-е Ульяна Ковалевская ведет активный образ жизни, любит шить и вязать. Несмотря на столь солидный возраст, ветеран Великой Отечественной войны остается жизнерадостной и веселой.